всем привет сегодня хочу поделиться своим рецептом приготовления торта спартак то есть шоколадного медовика это действительно очень вкусный торт с тончайшими шоколадными коржами и очень нежным и ароматным кремом готовится такой торт совсем несложно поэтому давайте готовить его вместе сначала приготовим тесто для коржей температура продуктов не имеет никакого значения в ковшике я уже смешала мед сливочное масло добавляем щепотку соли сахар ставим на огонь и помешивая ждем пока полностью растает масло и мед слишком большой огонь делать не нужно чтобы масса не выпаривалась а просто стала однородной растворение сахара добиваться не нужно если останутся крупинки ничего страшного пусть так и будет какой по консистенции будет мед тоже значение не имеет у меня он уже такой засахарившийся плотный но также подойдет и жидкий мед мне нравится когда мед хорошо чувствуется в коржах поэтому я добавляю его достаточно большое количество если хотите то вы можете уменьшить немного количество меда и компенсировать его количеством сахара но конечно лучше готовьте по рецепту как только вся масса стала однородной добавляем чайную ложку соды берите ее без горки и хорошо перемешиваем так как мед содержит кислоту то она сразу же войдет реакцию с содой и масса начнет вот так пениться если вы будете использовать искусственный мед то тогда лучше вместо соды добавляйте 2 чайные ложки разрыхлителя и вводите его вместе с мукой переливаем всю массу в другую миску и оставляем остыть до комнатной температуры чтобы ускорить процесс можно поставить другую миску с холодной водой масса уже остыла и такая чуть-чуть тепленькая сейчас добавляем одно яйцо и хорошо перемешиваем до однородного состояния как только первое вмешалось добавляем второе точный список всех продуктов всегда есть в описании под видео нажимаете на маленькую стрелку справа от названия откроется описание и там все будет написано а также список продуктов всегда приведем в конце видео следом просеиваем какао-порошок желательно это сделать так как обычно в нем есть комочки какао-порошок я добавляю сразу так как муки может понадобиться немного другое количество лучше их не перемешивать у меня самый обычный какао-порошок если у вас будет локализованный то можете взять его не 40 грамм а например 20 этого будет достаточно чтобы коржи мили насыщенный вкус и цвет как только все перемешалось частями просеиваем муку и замешиваем тесто сначала я перемешиваю все венчиком потом уже лопаткой и в конце замешиваю тесто рукой конечно муку нужно добавлять постепенно так как она везде отличается плюс-минус 50 грамм это вполне нормально может уйти и больше может уйти и меньше ориентируйтесь на консистенцию теста оно должно быть очень мягким и не липнущим к рукам а также хочу обратить внимание что масляно-сахарная медовая смесь должна обязательно остыть так как если сразу начать замешивать тесто то горячая смесь возьмет в себя больше муки соответственно в итоге коржи получатся более плотные поэтому пожалуйста не пропускайте этот шаг пусть вся масса остынет и только затем уже вводите яйца она получается очень приятной консистенции оно мягенькое чем-то напоминает пластилин на руках абсолютно никаких следов не остается я буду делать классический вариант то есть у меня будет 12 тонких коршей я делю тесто на 12 кусочков получается где-то 71 72 грамма каждый кусочек теста подкатываем шарик и перекладываем на тарелку если вы не хотите раскатывать такие тонкие коржи тогда делите тесто на меньшее количество кусочков например на штук 8 и соответственно коржики получится немного толще если нет времени можно сразу начать раскатывать но желательно убрать тесто в холодильник где-то на 30-40 минут и тогда с ним будет удобнее работать чтобы она не заветривалась сверху нужно прикрыть пока отдыхает тесто можно приготовить заварную основу для крема для этого в ковшике смешиваем сахар крахмал для десертов я всегда использую кукурузный так он не имеет абсолютно никакого запаха и вкусом также можно взять муку хорошо все перемешаем следом добавляем яйца и еще раз хорошо перемешиваем до однородного состояния добавляем сметану я обычно покупаю 20 или 25 процентов жирности также можно взять густой греческий йогурт еще раз хорошо все перемешаем ставим на огонь и помешивая завариваем крем конечно для этого лучше использовать сотейник с толстым дном крахмал оседает на дно поэтому обязательно перемешивайте чтобы ничего не прилипло сначала масса станет более жидкой так как растает сахар и сметана но потом постепенно при нагреве крахмал начнет завариваться и крем будет становиться гуще я вам уже несколько раз показывала такой заварной крем на сметане но все равно многие спрашивают будет лишь сворачиваться сметана хотя видео все показываю что крем получается гладким и однородным нет не бойтесь ничего не сворачивается крахмал здесь выступает связующим и если постоянно перемешивать то все масса равномерно заваривается и крем получается абсолютно однородным и гладким никаких комочков не появляется крем этот очень вкусный по вкусу как мороженое поэтому если не готовили пробуйте надеюсь вам тоже понравится я обычно перемешиваю венчиком и периодически вот так прохожусь по донышку лопаткой чтобы точно ничего не прилипло крем уже начал заметно густеть и сейчас нужно подождать когда он начнет закипать и как только пошли первые пузырьки нужно непрерывно помешивая проварить где-то одну-две минуты чтобы хорошо заварился крахмал и потом не чувствовался в готовом креме после одной минуты вы можете попробовать если он не чувствуется то снимайте с огня по желанию добавляем сюда одну чайную ложку ванильного сахара либо щепотку ванилина хорошо все перемешиваем и снимаем с огня чтобы заварная основа остыла быстрее я тоже переливаю ее в другую миску сверху накрываю пищевой пленкой чтобы не образовывалась корочка и оставляю остыть до комнатной температуры сливочное масло можно тоже сейчас достать из холодильника чтобы к моменту соединения крема они были одной температуры тесто как раз охладилась и сейчас можно начинать раскатывать коржи берем один шарик теста можно его вот так слегка расплющить и раскатываем в тонкий пласт я буду вырезать коржи диаметром 22 сантиметра поэтому ориентируясь на эту форму и раскатываю чуть чуть больше духовку я уже включила разогреваться до 190 градусов коржи получается очень тоненькими они буквально просвечиваются если вам тяжело такие раскатывать то как я уже сказала делите тесто на меньшее количество частей и раскатывать будет удобнее но я думаю если вы готовили уже классический медовик то здесь все абсолютно то же самое накалываем тесто вилкой чтобы при выпечке корж не вздувался и выпекаем в духовке разогретой до 190 градусов ориентировочно 4 минуты можно температуру немного увеличить например до 200 тогда они выпекаются около трех минут они тоненькие поэтому пекутся очень быстро поэтому обязательно следите за ними чтобы ничего не подгорело сразу же горячий корж подрезаем под размер формы это удобно делать разъемным кольцом либо обычной крышкой от сковородки подрезать коржи нужно сразу же иначе потом они просто поломаются готовые коржи складываем стопкой на доску они не склеятся между собой поэтому можно класть друг на друга пока печется один корж я раскатываю следующий кусочек тогда процесс занимает меньше времени тесто очень удобное в работе она абсолютно не рвется не рассыпается приятное если вы увидели что где-то не хватает теста то просто отрывайте кусочек там где оно лишнее кладите сверху прокатывайте скалкой и все хорошо склеится я раскатываю сразу на пергаменте и потом переношу уже на противень так получается быстрее пергамент беру хорошего качества и использую его для выпечки всех коржей недавно я вам показывала свой рецепт классического медовика знаю что многим он очень понравился я получила массу положительных приятных отзывов и конечно же ваших красивых фотографий тортика очень надеюсь что этот рецепт вам тоже понравится поэтому с нетерпением буду ждать ваши отзывы сразу после выпечки коржики мягкие но когда остынут станут хрупкими и хрустящими остатки теста никуда не выбрасываем складываем отдельно а потом будем измельчать и использовать для украшения торта кстати из этого теста можно приготовить еще печенье или например использовать как основу для пирога по структуре но очень рассыпчатым получается вкусные коржики готовы они тонкие поэтому остывают очень быстро вот все ровненькие красивыми сливочное масло и заварная основа уже стали одной температуры и сейчас можно объединять крем для начала взбиваем сливочное масло около 3-4 минут до посветления и пышности не пропускайте этот шаг масло нужно очень хорошо взбить чтобы крем был однородным я всегда покупаю масло жирностью 82 с половиной процента и вам рекомендую использовать именно такое вот постепенно масло становится более пышным и светлым теперь по одной столовой ложке добавляем заварную основу и хорошо перемешиваем после каждого добавления слишком долго взбивать не нужно буквально секунд 30 чтобы все стало однородным крем получается среднем по плотности в нем и не очень большое количество масло но он и не жидкий поэтому он хорошо пропитывает коржи и одновременно с ним удобно работать он достаточно плотненький чтобы крем был более ароматным по желанию можно добавить одну или две столовые ложки какого-нибудь ароматного алкоголя например коньяк или ром или взять пару капель ароматизатора и сегодня добавлю ром буквально пару капелек и еще раз перемешаем все крем готов вот он получается очень воздушным нежным и однородным и безусловно вкусно у меня все готово для сборки торта и коржи хорошо остыли и крем готов крем получается плотным поэтому можно собирать и просто на тарелке но чтобы был более ровный край я буду собирать в разъемном кольце также можно взять бортики от формы 22 сантиметра на каждый корж получается по 80 грамм крема немного крема у меня остается чтобы потом подровнять вверх и пока тортик новый корж я немного прижимаем чтобы крем хорошо улегся и слои склеились между собой конечно для медовика считается классикой сметанный крем поэтому при желании вы можете просто взять сметану смешать ее сахарной пудрой или сахаром также сюда хорошо подойдет сливочный крем или можно взять например пополам сливки и сметану если любите заварной то его также можно использовать для этих коржей будет тоже вкусный торт и в принципе здесь каждый раз можно менять крем и будет все равно получаться вкусно накрываем последним коржом тоже смазываем его кремом потом я снимаю кольцо и подравниваю торт со всех сторон вот как вы видите крема в принципе достаточно для того чтобы подровнять пока поэтому слишком много его оставлять не нужно главное чтобы приклеилась крошка а сверху будет глазурь обрезки измельчаем крошку можно блендером можно просто скалкой пробить крошки получается много поэтому при желании можно украсить и верх и пока торт обычно я готовлю торт с вечера поэтому убираю его в холодильник для пропитки и стабилизации на всю ночь сверху обязательно нужно прикрыть чтобы торт не заветрился когда торт уже пропитается можно приготовить шоколадную помадку в ковшике смешиваем сахар какао порошок и хорошо перемешиваем далее вливаем молоко снова перемешиваем до однородного состояния ставим на средний огонь и помешивая доводим до кипения как только масса начнет закипать провариваем где-то полминуты и снимаем с огня добавляем сливочное масло снова все хорошо перемешиваем чтобы масло растаяло и помадка готова торт достаем из холодильника сверху выливаем глазурь и распределяем ее ровным слоем на холодным торте она сразу же немного схватывается и ее очень легко распределить помощью обычной лопатки не остается никаких разводов сейчас торт нужно убрать в холодильник где-то на минут 20-30 чтобы хорошо схватилась помадка а потом его можно дальше украшать сверху можно сделать какие-нибудь надписи или просто растопить пару кубиков шоколада и сделать разводы но сегодня мне захотелось сделать такое цветочное оформление поэтому я заранее на марле отвесила сметану чтобы с нее ушла вся сыворотка и она получилась густой добавила немного сахарной пудры и взбила миксером также можно взять холодные жирные сливки часть цветов у меня будут белого цвета а во вторую часть я добавила немного растопленного шоколада чтобы получились вот такие темные цветочки на мой взгляд получается очень симпатично у меня есть вот такие вафельные шарики их я использую для серединки цветочка также можно взять например изюм в шоколаде и чтобы получилось еще свежее можно украсить зеленью у меня сегодня прусника но также подойдет мята или какие-нибудь другие листочки получается такая вкуснятина если вы любите шоколадные торты то этот рецепт однозначно для вас тончайшие мягкие медовые шоколадные коржи пропитанные нежнейшим кремом по вкусу напоминающим мороженое приятный бонус сверху в виде шоколадной глазури а все в целом это просто замечательный тортик который подойдет и к любому празднику и просто для семейного чаепития конечно классно когда торт получается вкусным но когда он получается красивым то это еще и вдвойне приятно на разрезе он выглядит просто бесподобным такой тортик зебра он хорошо пропитывается и получается мягким на первый взгляд может показаться что его готовить как-то сложно и долго но это абсолютно не так если вы и ранее готовили со мной какие-нибудь торты то поверьте я не обманул если вы любите медовики то обязательно пробуйте и этот рецепт я уверена что такой торт вам тоже понравится тортик получается действительно очень вкусным поэтому обязательно вы пробуйте приготовить и поделитесь своим отзывом в комментариях а на сегодня с вами прощаюсь как всегда желаю всем удачной выпечки приятного аппетита и хорошего настроения